Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал о том, что я путешествую регулярно за границу. На машине мы это делаем в целях экономии. И был вопрос о том, что делать, если машина сломается вдруг за границей. Ну, ответ на этот вопрос совершенно очевидный и простой. Ее надо ремонтировать. Вот. И... Ну, если кто-то думает, что это страшно дорого, смотрите. Ну, машина у нас сейчас уже у всех иномарки. И те запчасти, которые мы покупаем, они тоже иномарочные. То есть стоят за валюту покупаются. В долларах или в евро. Правильно? Поэтому там эти запчасти стоят примерно столько же, сколько и у нас. Вот. И у нас, например, если вы обратитесь к официальному дилеру, то это будет стоить, скорее всего, страшно дорого. А если в каких-то гаражах, то это будет стоить сильно дешевле. И какие-то простые вещи, наверное, проще делать в каких-то простых гаражах. Вот. Два таких довода. Вот. Что, в общем-то, и происходит. Ну, какие еще проблемы, где найти этот самый автосервис? Ну, когда мы едем, мы встречаем автосервисы. Они обычно находятся на перехове городов, где-то в районе окружной дороги, как правило. Вот. Вот. Поэтому просто можно найти, если машина сломалась внезапно, и приходится вызывать эвакуатор. Ну, что делать? Приходится вызывать эвакуатор. То есть, ну, всегда есть служба спасения. Номер универсальный 112. Вот. Вот. Ну, лучше, конечно, кого-то из местных попросить помощь. Вот. Что обычно и случается. Ну, например, ну, скажем, у нас ломался ступичный подшипник. Он сломался, так сказать, там. Он визжал страшно. Вот. Но мы почему-то думали, женщины меня уговаривали, что авось доедем. Вот. Ну, не доехали в пригороде Парижа. Ну, мы там свернули, искали место для ночлега уже. Совсем-совсем в какой-то деревушке. Вот. Подшипник сказал, хрясь, и все. Что я сделал? Ну, это было вечером, уже поздно достаточно. Я говорю, ну, вот прямо здесь мы и будем ночевать. Мы поставили палатку. Рядышком переночевали. На утро я пошел в населенный пункт. Вышел на первый же перекресток и стал останавливать все машины подряд. Остановилась какая-то женщина. Я сказал, что... Молодёк по функцион. Так сказать, моя машина не работает. Я не знаю, что делать. Женоси... Женоси по... Ну, короче говоря, я не знаю, что делать. Вот. И... Она посадила меня, так сказать, ну, отвезла, короче, в автосервис. Она очень торопилась. Она исчезла тут же из автосервиса. В автосервисе я объяснил, что колесо заблокировано. Они спросили, нужен ли эвакуатор. Я сказал, что да. Эвакуатор приехал минут через десять. Да, когда я с женщиной выезжал, очень важно, очень важно. Когда она меня везла, и мы выехали... Ну, она ехала в соседний город. Когда мы выезжали, я запомнил, в каком городе у меня сломалась машина. Это очень важно. Ну, чтобы вернуться, и там же оставил женщин с детьми. Вот. Чтобы запомнить дорогу. Ну, к счастью, оказалось... И нормально запомнил. Местечко оказалось... Лемо. Меаукс. Вот. Я записал это на бумажке. Вот. Это очень правильное решение было. Вот. Ну, собственно говоря, эвакуатор меня привез в автосервис. Сейчас в автосервисе... Ну, я заранее с собой взял ступичные подшипники, передний и задний. Потому что я подозревал, что они могут издохнуть. В общем, мне очень быстро их поменяли, и дальше мы уже поехали. Стоимость эвакуатора обычно стоит в районе ста евро. Стоимость ремонта такая же, как у нас, фактически, в гаражах. Вот. Ну, еще ступичный подшипник у меня ломался в Вене. Жужжал. Там я не доводил до эвакуатора сразу. Поехал к ребятам. Мне у хозяйки квартиры, где мы ночевали, я спросил, где ближайший сервис. Она мне показала, что недорого делают ребята вот там, в гаражах за школьным двором. Ну, что, в общем сказать, я отдал машину, и мы гуляли по Вене, а потом на следующий день ее забрал. Еще был эвакуатор во Франции. Мы спускались с Андорры. Была очень неприятная штука. Вот. Мы спускались с Андорры. Там горы, большая нагрузка на тормоза. Тормоза перегрелись, видать. В Тулузу мы заехали пообедать. Мы пообедали, когда выезжали из Тулузы на периферик. Это кольцевая дорога. Она была уже платная, только заплатили за дорогу. Сразу за шлагбаумом тормоза исчезли. Полностью на платной дороге. Вот. Слава богу, мы никуда не отъехали от шлагбаума. Там была площадка. Мы свернули на площадку, поставили машину. Я пошел в будку, где продают транспондеры. Пообъяснил, что машина по функционам. Вот. Тетенька спросила, требуется ли эвакуатор. Я сказал, что да. Короче, сказал, что это будет дорого, потому что дорога платная. Вот. В общем, так и оказалось. Машина была праворукая, епошка. Вот в этом была вся проблема. Эвакуатор привез меня в автосервис Ниссан. И в автосервисе мужики вышли, сказали, мы такой машины никогда не видали, отродясь. Мы ее делать не будем. Вот. Ну, на что парень сказал, что ах, не будете? Пишите письменный отказ. Вы Ниссан? Ниссан. Машина Ниссан? Ниссан. Вы обязаны. Либо пишите отказ, я еду в другой салон, либо принимаете. Ну, мужики приняли машину. Посмотрели. Короче говоря, ну, там мне пришлось тоже переночевать. Отель они мне помогли снять. За мой счет. Ну, а на следующий день они выяснили, что тормозная система у праворуких японцев, как ни странно, японская. И аналогов в Европе нет. Абсолютно другие размеры. Не совпадают ни с чем. Поэтому они сказали, что приходи недель через пять, заберешь свою машину. Мы привезем этот тормозной цилиндрик из Японии. Вот. Мне с трудом удалось их уломать, чтобы они меня отпустили. Они прокачали мне три колеса. Дали три пузыря жидкости. Деньги брать отказались, потому что они говорят, мы не можем выпустить такую машину. Вот. Собственно говоря, я уехал. Тормоза были никакие. Вот. Но потом уже в пригороде Парижа. Вот. Вот я пришел к дому. В пригороде Парижа, как ни странно, это был пригород Ле-Мо. Я подозреваю, что тот же самый. Вот. И в пригороде Парижа мы остановились в гостинице. И когда я улегся, я уже думал, что все, так ехать нельзя с такими тормозами. Я посмотрел прогноз погоды. Ожидались дожди в Германии. Дальше Польша, там, сказать, Россия. Это все напряжно, без тормозов ехать опасно. Я уже склонялся к мысли, что придется бросить машину и улететь на самолете, а потом вернуться уже с цилиндриком, который я из Японии притащу у нас. Вот. Но мне пришла мысль в голову, что прокачали-то три колеса, надо четвертое прокачать. Скорее всего, воздух-то там. Вот. И я помню, как прокачивали у меня колеса в гаражах там. Нажми, брось, нажми, брось. Вот. Я понял, так сказать, ну, примерно принцип. Я залез под машину, ключи у меня были. Посадил жену, кричал ей, нажми, брось. Там откручивал, что-то выкручивал. Короче говоря, тормоза появились, они были шикарные. В общем, если не применять экстренное торможение, то все будет очень хорошо. Все было, и мы с успехом доехали. Вот такие ситуации у меня были. Не надо бояться. Кругом есть люди, которые готовы помочь всегда, объяснить. Ну, можно всегда. Лучше, конечно, знать язык, конечно же. Лучше знать, по крайней мере, как эвакуатор. Там на всех языках. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного, можно и нарисовать ручкой на бумаге. Вот. Стоимость одинаковая. То есть, как бы, проблемы решаются. Не стоит доводить до эвакуатора. Лучше делать это заранее. Вот единственная рекомендация. Вот. Ну, я надеюсь, что это видео было полезно. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Задавайте вопросы. Я надеюсь. Продолжаем.